То есть, которые они в 7 тучных лет, как говорится в Библии, копили и сохраняли их, они сейчас их используют. Они запускают их в экономику. Они возвращают их обратно. Это отложенный спрос. Но, во-первых, их никогда недостаточно, потому что начинает срабатывать эффект домино или эффект массовой паники. Люди думают, ага, если я не пойду сегодня в банк, да, мне нужны сегодня деньги, я не пойду в банк. Но если я не пойду в банк, а пойдет тот-другой, и у банка не хватит денег, что же мне делать? Действительно, ни в одном банке нет такого количества ликвидности, которое бы соответствовало его пассивам, то есть его обязательствам. Иначе банк не будет существовать. Банк должен давать деньги взаймы, банк должен сужать предприятиям, банк должен давать другим банкам, на этом он зарабатывает. Это обычное предприятие, которое торгует деньгами и на этом зарабатывает. Ничего сверхъестественного в банке нету. Это его продукт. Да, у нас люди так сакрали, я президент банка. Банк это директор завода, такой же завод, который производит денежные финансовые услуги. Так вот, если все вдруг обращаются в любой банк, в любой банк, у него не хватит ликвидности для того, чтобы рассчитаться со своими обязательствами. Но в нормальное время это нормально. В нормальное время это нормально, потому что есть статистика, никому одновременно деньги не нужны. На этом построен страховой бизнес, потому что если все одновременно вдруг, не дай бог, разобьют свои машины и обратятся в страховую компанию, она разорится в одну секунду, потому что статистика говорит о том, что этого не должно произойти. И так оно и есть в действительности. Поэтому в нормальных условиях банку не нужно столько ликвидности. Сегодня, когда сдулся глобальный финансовый пузырь, надутый американской саппрайм-ипотекой, которая была искусственно разогрета, деньги ушли. А почему вдруг это произошло? Это могло не произойти, а продолжаться до бесконечности? До бесконечности, наверное, продолжаться не могло, потому что, в конечном счете, уже сегодня количество денег... Вдруг кто-то пришел и потребовал сразу? Нет, получилось по-другому. Получилось, очевидно, здесь сработал эгоизм отдельных игроков рынка, эгоизм отдельных субъектов финансовой инструкции. Которые специально решили подставить компанию? Нет, они совершенно не специально подставили компанию. Просто те люди, которые начали получать кредиты, они оказались не способны их обслуживать. И эта волна банкротств индивидуальных, она стала известна. Может быть, если бы они каким-то образом это скрыли в Америке, да, то, наверное, удалось бы какими-то механическими методами не дать выплыть на поверхность проблемам Фенни Мэй и Фредди Мак. И никто бы об этом не узнал. И, может быть, они сейчас очень жалеют, что они не спасли Лимон Бразерс. Они говорят, мы поступили правильно, но, как обычно бывает, они поступили правильно в неправильное время. Если бы они не дали обрушиться этим трем институтам, это бы еще какое-то время продолжалось. Но, может быть, было бы, наверное, еще хуже, потому что затянуло бы гораздо большее количество людей. Что произошло? Все эти структуры были оценены аналитиками или специальными аудиторскими оценочными компаниями как сверх-сверхнадежные. 3А, ААА называется. Нет ничего надежнее. Это как, я не знаю, может быть, это будет бахокульство, как гарантия Господа Бога. 3А. Поэтому все банки мира, включая израильские банки, и швейцарские банки, и австралийские банки, и исландские банки, Исландия, которая обанкротилась сейчас, они покупали эти бумаги, потому что эти бумаги обладали доходностью. Надежные, низкодоходные, потому что это не спекуляция, это 3А. Поэтому все эти бумаги приобрели. Поэтому они сделали производные и продали людям. Люди купили у них производные, они спокойные, надежный банк, надежное обеспечение, 3А. И когда вот это 3А рухнуло, в одночасье оказалось, что у меня, я думал, что у меня эта бумага стоит 1000 долларов, а оказалось, что она стоит доллар. Вот с этого все и началось. Так вот, это все внешний фон. Да, внешний фон. Внутри. Внутри. Неудержимый человеческий эгоизм, и как, в принципе, и Браун говорит, и все остальные, он прорвался на следующую ступень. С одной стороны, он показал свою глобальность, взаимосвязанность всех и вся, всех людей и всех организаций человеческих во всем мире, всем человеческом сообществе, мировом. С одной стороны, с другой стороны, показал, что он настолько вышел наверх, что не управляем нами, не управляем ни двадцаткой, ни семеркой, ни восьмеркой. Он не управляем даже какими-то любыми способами, мы не знаем просто, как им управлять. Раньше мы как-то знали, могли договориться. Он был под нами, этот весь эгоизм. Все системы работали под нами. Ну, как-то не собираются двадцать самых великих людей мира, у которых все в мире есть. И понимая, что они идут в пропасть... Восемь пять процентов всего валового продукта. Да, ну то есть, в общем, все. И понимая, что они идут в пропасть, дружно держаясь за ручки, продолжают к ней шагать. Вот так вот выглядят итоги Ди-20. Ну, понимаете, каждый из этих людей ответственен перед своей страной. Это не важно. Они должны принести какое-то решение. Да какое, вот в том-то и дело, как они возвращались к себе в страны, махали ручкой и спокойно сходили с трапа самолетов. Я не думаю, что они сделали спокойно, никто спокойно не вернулся. Но понимая, что нет решения... За отключением может Берлускони, которому все равно. Ну, то есть, понимая, что у них нет решения, и продолжается дальше-дальше-дальше катиться. Да, они договорились встретиться через сто дней, то есть, после того, когда Обама... В наше время сто дней. Ну, что такое Обама или не Обама? Это человек, который имеет возможность запустить... Какой он имеет возможность больше, чем те люди, которые сегодня стоят у власти? Его будут окружать другие люди, у которых есть другие институты, у которых есть другие возможности. Ну, возможности у них нет других взглядов. У них другая идеология, взгляды. У них другие взгляды. Они знают, у них есть программа, что сделать. У них такие же попунистские методы. Они знают, да, они будут стимулировать опять производство, будут стимулировать потребление. Это все, что люди умеют. То есть, они опять будут наращивать стремление человека иметь больше. А что в этом плохого? Уже упали? А? Уже упали, что можно начинать стимулировать? Ну, конечно. Конечно. Надо, чтобы опять американцы начали покупать одежду. И чтобы американцы продолжали покупать товары. Потому что, если они перестанут их покупать, 40% мирового потребления в Америке, то 200 миллионов индийцев и 300 миллионов китайцев останутся без работы. И у Индии, и у Китая появится колоссальная проблема, как справиться с этой огромной массой людей, которые уже привыкли получать деньги за свою работу, привыкли жить по более высоким стандартам, привыкли пользоваться всеми благами цивилизации. Завтра им нужно сказать спасибо, больше работы для вас нет. Что делать? Это американская проблема? Это глобальная проблема. Да, но почему ее должна видеть Америка? Ну, потому что Америка создала систему, при которой она может потреблять больше всех. Я вас кормила, а теперь больше кормить не буду. А ведь она не будет кормить никого, она не сможет жить сама. Почему? Мы не будем покупать китайский пластик. Чего там особенного? Они не могут уже его производить сами. Значит, они должны его не покупать. Не нужен, мы вернемся в добрые старые времена. Да, поселенцев этих самых. Меньше потреблять. Да. Повозки, лошади, баншер, музыка. Да, и все красиво и хорошо. Армия, народ пионеров таких, открывателей. И вот, прекрасно. Американский дух. Я не вижу в этом ничего плохого. Почему они должны обеспечивать... Своим потреблением. Своим потреблением рынок для Америки. Потому что, я вам скажу, за этим стоит эгоизм людей, которые за последние 25-30 лет привыкли быстро обогащаться. Они не смогут этого сделать. Они хотят быстро, они пока хотят также быстро обогащаться. В один день. Не так, как было раньше. Десятки лет производить что-то, завоевывать репутацию. Они хотят в один день проснуться богатыми. И они будут двигать финансовые институты, они будут двигать, толкать свои правительства к этому. Заявляя о том, что нужно опять заставить людей больше потреблением. Я вам скажу. Вот так же, как они думали.